Британия готовится провести в 17-м году референдум о выходе страны из Евросоюза. И проведенные среди населения опросы показывают, британцы согласны. 48% уже сейчас готовы проголосовать за выход из ЕС. Вопрос это скорее политический. Лондон хочет большей самостоятельности. Но решение вопроса может быть чисто экономическим, если премьер Дэвид Кэмерон выбьет для своей страны более выгодные условия членства в Евросоюзе. Евгений Ксензенко передает из Лондона. Перемены в Британии уже начались. Перестановки в правительстве Дэвида Кэмерона с одной стороны неожиданность, а с другой закономерность. В Великобритании уже давно называют страной евроскептиков. Тогда получается здесь, на Даунинг-стрит, просто привели форму в гармонию с содержанием. И сейчас уже официально это правительство европессимистов. Причем политики даже и не скрывают своих настроений. Например, новый министр обороны Майкл Феллон заявил, что пора вернуть людям право на выбор, который нация утратила 40 лет назад, вступив в Евросоюз. Я думаю, что теперь вся страна настроена скептически. Вы видели европейские выборы. Мы не хотим, чтобы Европа двигалась в том же направлении, что и сейчас. Мы все хотим реформирования Европы. Европы нового типа. И это задача, исполнение которой мы будем добиваться. Эти реформы должны быть проведены. А затем людям должен быть дан выбор, которого у них не было с 1975 года. Выбор оставаться в Евросоюзе или нет. Новый министр иностранных дел Филипп Хэммон также известен своим желанием вывести Великобританию из Евросоюза. На смену осторожному Уильяму Хейгу пришел большой фил. Так его называют в парламенте за принципиальность и жесткость. Именно Хэммонда теперь считают ударной силой в переговорах с Евросоюзом о выгодных для Великобритании условиях. Ведь в последнее время премьер-министр Великобритании терпит в Брюсселе одно поражение за другим. Например, новым главой Еврокомиссии стал Жан-Клод Юнкер, против назначения которого возражал Дэвид Кэмерон. Премьер-мистр понимает, игра по правилам Евросоюза не по душе многим избирателям. Ведь на выборах в Европарламент победили не консерваторы, а партия независимости Великобритании. Независимости от Евросоюза прежде всего. Нет сомнений, что евроскептицизм теперь важный элемент в британской политике. И не только среди консерваторов, но и центристов, правых партий и левых, лейбористов. Многие стали евроскептиками, и это проявляется в разных политических делах. Например, Дэвид Кэмерон уже объявил, что Великобритания проведет референдум о выходе из Евросоюза в 2017 году. Кадровые перестановки за год до парламентских выборов – это попытка побороться за голоса, отданные партии независимости. Ее лидер Найджел Фарадж объяснил британцам, что во всех экономических проблемах страны виноваты иммигранты и Брюссель. Кажется, рабочий класс ему точно поверил. Ведь победу Фараджа на выборах назвали землетрясением. Прежде всего, за счет позиций по иммиграции. Многие британцы верят, что страна потеряла контроль за иммиграцией из-за Евросоюза. Во время экономических трудностей, что сейчас и происходит в Великобритании, несмотря на небольшое улучшение, по-прежнему остаются серьезные экономические проблемы. Страна просто сейчас не может принять иммигрантов из Евросоюза. Другая проблема – потеря полной независимости судов. Вопрос выхода из Евросоюза прежде всего политический, а уже потом экономический. Ведь с утраты принимать решения самостоятельно, от судебных до экономических, пришли финансовые льготы. Однако сейчас такие настроения, что свобода дороже денег. Великобритания пытается показать Евросоюзу, что нужно менять отношения, иначе ультиматум в виде референдума. В любом случае, в ближайшие годы дружба с Евросоюзом уже не будет прежней. Счастливого брака не получилось. Однако официальный развод оформлять долго и мучительно. Так что, скорее всего, отношения так и останутся на грани выхода из европейской семьи. Евгений Хсонзенко, специально для Пятого канала. Лондон, Великобритания.